Тема сегодняшней проповеди «Этот метод навсегда изменит твою жизнь». «Этот метод навсегда неизменно изменит твою жизнь». Что же это за метод? И главная мысль — это то, что единственный, единственный путь между небом и землей, единственный путь, как ты можешь общаться с Богом, я говорю «единственный». Это твои мысли. Йонгги Чо называет это четвертой деменцией, четвертым измерением. Если ты визуализируешь свое видение, у нас есть видение от Бога, у нас есть обетование Божие, если ты это визуализируешь, в любом случае это выражает мысль. Один и тот же образ на разных языках. Люди высказывают по-разному, но имеют в виду одно и то же. Если Библия говорит, в начале было Слово, тогда перед Словом была мысль. Слово может быть в физическом мире человека выражено с помощью нашего ворта, языка, на разных языках и в разных народах, а мысль будет одна и та же. И Бог думает, Библия говорит, что Бог думает о нас, что у Бога хорошие мысли о нас, намерения. Если мы ощущаем прикосновение Божие здесь на земле, это приходит через мысль. Когда я говорю Слово, Пророчество, уходит головная боль, она уходит не только потому, что здесь Божие присутствие, но потому, что я это сказал, что уходит головная боль. И сказал потому, что Бог дал эту мысль, что уходит головная боль. И когда я это высказываю, когда ты это скажешь, когда ты эту мысль передашь через слова, уйдет головная боль. Недостаточно быть на служении, чтобы получить исцеление. Не нужно принять эту мысль. Единственный контакт, как Бог может контактировать с тобой, это мысль. И я еще раз хочу напомнить и задать вопрос. Слепой человек, видит ли он сны? Ответ – да и нет. Если слепой человек с рождения слеп, он не может видеть сны. Он слышит сны, он ощущает запах снов, он ощущает на ощупь и так далее. Он по-другому видит эти сны. Но через ощущение, через запах и так далее во сне, через звук, он имеет в виду конкретное происшествие, конкретный предмет. Он это обозначает какими-то другими ощущениями. Поэтому, друзья, важнее не видеть или ощущать. Важнее мысль, которая приносит ощущение. Мысль или ощущение, которое обозначает конкретную мысль. То есть ощущение или образ, который создает конкретную мысль. Сегодня я буду учить тебя о методе, который навсегда изменит, необратимо изменит твою жизнь. Если ты будешь использовать это в своей жизни, начиная с сегодняшнего дня, я своим лидером, своей команде уже отправил файл с утверждением, библейскими стихами. Я написал, если ты регулярно с сегодняшнего дня, начиная с завтрашнего дня, когда ты в свое личное время с Богом будешь регулярно читать эти местописания, если ты регулярно будешь думать об этих мыслях, если ты регулярно будешь молиться по этим местописаниям, вдруг в твоей голове будет рисоваться живое Слово Божие, живые мысли Божьи, которые фактически являются единственным контактом с Богом, точкой контакта. Твой мир мыслей нарисует Божью волю, и Божье Слово, оно живое и сильное, как обоюдно острый меч. Божье Слово, которое изначально является мыслью, а потом выраженная мыслью в словах, вначале было Слово, и Слово стало плотью. Земля была пустой и не сделанной, и Бог сказал, да будет, да будет земля, да будет небо, да будет свет, и свет появился, да будут животные появились. Он сказал, выразил мысль в слове, и появилось. Друг, если ты регулярно будешь выражать словами, таким образом в своем мышлении, в сердце, ты заколешь это Божье Слово, оно станет живым, скажи, оно живо, живо. Это живые мысли, это Божьи мысли, которые станут твоими мыслями. Это Божественное появится в твоей жизни, друг. Друг, ты благословен Богом через мышление. Мы не делаем ничего, что изначально не придумали. В нашем распоряжении нет ничего, в наших действиях нет ничего, что до этого не было в моей голове. И несут последствия наши поступки. Если в нашей голове Божественная мысль, тогда у нас Божественные слова, Божественные поступки и Божье благословение. Я хочу упомянуть двух человек, двух людей, вообще троих. Один из них Лад, второй Авраам, и третий из них — это Иаков. Ты знаешь, что Авраам, о нем написано, что в старости, в глубокой старости у него Сара, ему было 100, Саре 90. И в один, когда они уже не могли, они были стары, они не могли родить детей, но в глубокой старости у них родился сын Исаак. Действительно ли они верили? Мы говорим о вере. Действительно ли они верили, что у них будет конкретно сын Исаак? На основе чего? На основе чего Бог благословил их сыном? На основе чего? Потому что я смотрю в Божьем Слове, что Бог сказал, «У вас будет сын?» Что сделала Сара? Она смеялась. Сара смеялась. Я не вижу в Божьем Слове никаких признаков веры, что в этом возрасте у них будут дети. Но я знаю нечто другое. Я приглашаю сейчас поставить на экране наше видение первое «Бытие» 15.5. Еще до, еще до всего. До того, как Бог вывел Авраама из Уры Халдейской, он регулярно ему напоминал. Когда были проблемы, когда он уставал, он говорил, «Выйди, выйди наружу, оставь свою жену, пусть она спит, выйди наружу из палатки, посмотри на небо, ты видишь звезды, считай их, ты можешь их сосчитать?» Вроде как шесть тысяч звезд на небе. Но, скорее всего, Авраам, он не мог это сосчитать. Глазами видно шесть тысяч звезд, но их на самом деле гораздо больше. Он говорит, «Я не могу сосчитать». И Бог ему сказал, «Так много будет у тебя последователей, потомство будет такой величины у тебя». И знаешь, Авраам в то время, он знал, что у него будет потомство. Будут люди, у него было видение, нарисованное через звезды, мысли Божьи, которые Бог укрепляет визуальными образами звезды. Визуальная пыль, как песка у тебя будет, так много потомства, и ты будешь благословен. И Авраам был богат, скотом и золотом, богат, защищен. Он любим, в безопасности. Он шел с места на место, обходил ту землю, которую Бог ему обетовал, которой ему еще не принадлежал. У него было видение, что однажды будет эта церковь Христос миру. Знаете, это видение было в сердце Божьем, через Авраама. Оно появилось. Смотри на небо, смотри на звезды, увидь это видение, друзья. Это видение, эти звезды, что у тебя будет так большое потомство. Здесь речь идет о идите и делайте учениками все народы, а не просто делайте детей. Твои дети — это ученики, соседи и так далее. Это видение, а не вера в то, что у меня будет Исаак. Наоборот, Сара настолько не верила, что будет Исаак, что она отправила своего мужа к Агаре. И родился Измаил. А от Измаила родились все арабские народы, которые являются противниками Бога, исламские народы. Вот что сделала Сара. Она верила, что у нее будет Исаак? Нет. Верил не Авраам? Нет. Когда пришли ангелы и сказали Аврааму, у тебя будет сын, он сказал, про себя подумал, лишь бы Измаил выжил, лишь бы Измаил остался жив. Ангел сказал, нет, у тебя Сара будет сын. Сара сказала, я в своей старости еще и буду рожать, ха-ха-ха. Она не верила. Так на основе чего Бог мог делать чудо, что в старости, уже в бессилии старость, у них родился Исаак? На основе чего? Без веры нельзя угодить Богу написано. Она основе чего? Где же их вера была, как она проявлялась? Они не верили, но все-таки родился сын. А знаете, во что они верили? Они смотрели на звезды. И они знали, что Бог их размножит. Измаил, Исаак и Янис Лига. Какая разница? Бог их размножит. Они жили в этом видении. Вот. Где проявлялась их вера? Какие бы ни были твои подпункты, цели, быть богатым, благополучным, основать нормальную семью, хорошую, служение, разные цели, какими бы они ни были. Они будут благословенны только в том случае, если ты всю свою жизнь, все свои цели и маленькие дары, дары Божьи, дары природы и так далее. Когда ты все это подчинишь вот этому видению, когда ты будешь смотреть на небо и понимать, что столько у тебя будет последователей, смотри на это видение, друг. Это открывает благословение Божие в твоей жизни. Даже если тебе кажется безнадежной ситуацией, как у Авраама и у Сары, это открывает благословение Божие. И что же это за звезды? Звезды — это мысли Божьи. Одеты в визуальный образ, который он хочет, чтобы ты регулярно думал, о чем ты регулярно думал. Друг, каким будет твое мышление, какое твое мышление сегодня и до сих пор, какое оно было, это проявляется в том, какое ты сегодня, чего ты достиг. Если ты хочешь то же самое, что у тебя сегодня, продолжай думать так же, как ты до сих пор думал. И если ты хочешь нечто большее и дальше, тогда начни думать по-другому и шире. Смотри на звезды. Вот столько будет у тебя последователей. Подчини Божьему видению все, что ты делаешь. Пьешь ли, ешь, все делать во славу Божию. И делать все во славу Богу значит смотреть на звезды. Например, для группы руководство группы не имеет ни к чему с даром руководства. Если у тебя нет дара, просто подчини все видению Божьему. Вот почему Бог благословил Авраам. В мир пришел Исаак. И он жил по той же философии, тоже получил это видение от отца. Он тоже смотрел на небо, считал звезды и думал, что у него будет столько последователей и потомства. У него была жена Ревека. И в мир пришел Иаков. И Иаков тоже мечтал. И на Иакове было помазание. И Иакову Бог сказал, и он принял от Бога. И он тоже мыслил так же. Он тоже думал. Смотрел на небо и думал, вот столько у меня будет последователей, потомства, и остальное не важно. Он благословен, потому что он думает то, что Бог думает. Он не думает о маленьких дарах, как его брат Исаф. Исаф думал о охотстве. Он продал свое первородство. Зачем мне первородство? А Иакову было важно первородство. Он был тот, кто мечтал, кто видел. Я буду тот, через которого Бог будет продолжать построить свою церковь, как и Петр. Бог Петру заменил имя. Симон значил травка, травинка, сомневающийся, нестабильный, импульсивный, травинка. Но Иисус сказал, нет, ты будешь Петр. С этого дня ты Петр. Ты скала, и на тебе я буду строить свою церковь. Он дал ему свою мысль, а дело это в слово скала. слепой думал, потрогаю вот эту скала. Видящий видит, и слепой человек он не видит визуально сны. Если не с рождением он слеп, тогда он видит какое-то время еще сны визуально, но потом все это становится все бледнее и бледнее. Он чувствует по-другому. Тот же предмет, ту же мысль, друг. Главное мысль. Скажи мысль. Если я могу научиться подчинять свое мышление Божьей воле, если я могу думать мысли Божьи, именно на этих мыслях есть благословение Божие и помазание и защита. Скажи, я благословен Богом. Аминь. Думай благословенные мысли, и жизнь твоя будет благословенна. И когда Иаков служил за свою первую жену семь лет, потом за вторую семь лет, когда брат Ревеки, которому он пришел получить жену, он хотел Рахиль, но все-таки Лаван его обманул и сказал ему, что неприемлемо сначала младшую дочь отдавать в жены. Давай бери старшую. служи еще семь лет за вторую жену, 14 лет он служил, он был пастухом. И написано, что он размножил его богатство. Когда Иаков хотел уйти от Лавана, он размножил его богатство, и Лаван не хотел его отпускать. Почему? Потому что он сказал так, знаешь, я знаю, что Бог меня благословляет ради тебя, только потому, что ты здесь. Вот почему Бог благословляет Лавана через Иаков? Потому что Иаков думал мысли Божьи, потому что Иаков следовал за видением Божьим, и все остальное подчинялось этому видению. Он не готовился, не собирался оставляться у Лавана. Он говорил мне, нужно идти дальше, мне нужно идти дальше, я должен смотреть шире, шире смотреть. Я не читаю книги, женские книги, никакой дискриминации здесь сегодня нет. Мы все отлично знаем, что у нас в церкви женщины очень в чести, в почете. Они лидеры, они крутые и круче, чем большинство здесь мужчин. К сожалению, это так. Но я не читаю женские книги. Почему? Они очень узко думают, очень узко думают. Я смотрю сегодня свидетельства, свидетельства сегодня слушал, и я услышал человека, который мужчина, говорит нормально мужчина. Можно послушать. И даже если, я не знаю, не все будет по пунктам, как все нужно. Я вижу, этот человек думает шире. У женщины будет такое. поэтому лидер церкви должен быть мужчина в лучшем случае. Мне не интересны. Катрина Куллман, Джойс Майсон, Дэнни Джонсон. Мне не интересны они. я книги не могу почитать. Не могу беру в руки и... Лучше Трампа я почитаю. Ну, как минимум мужчины сегодня. В наши ворота сегодня. Потому что обычно женщины, 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 они рулят. Но все-таки Бог так установил, что шире думает все-таки мужчины. Аминь. У Якова было мышление шире. Он не мог оставаться здесь. Отдай мне мою жену, отдай мне мою зарплату, и я пойду дальше в обитованную землю. Потому что Бог мне сказал, и в моих мыслях это правит. В моих мыслях это правит, что Бог меня сделает огромным народом, как звезды на небе, которых невозможно сочетать. И поэтому я не могу оставаться здесь. Друг, если у тебя есть это видение, ты не можешь оставаться в одном месте. Постоянно все у тебя размножается и развивается только потому, что у тебя есть это видение, а не свой маленький бизнес, маленькая семья, маленькие дети. Вот видение. Это видение. Да. Да. Сейчас было уместно. И когда есть у тебя это видение, которое многие не могут увидеть, Лаван не мог увидеть, Лад не мог увидеть, это видел Яков, это видел Исаак, это видел Авраам, и в их жизнях были чудеса, и они являются отцами нашей веры, а не Лад и остальные. Аминь. ты сегодня на истинном служении. На правильном. Лаван хотел обмануть Якова. Он не хотел платить зарплату за работу за 14 лет, через которую Бог благословил Лавана, он стал богатым, потому что Яков благословен Бога. Он так хорошо работал, он размножил свои стадо в несколько раз, но Яков сделал так, он сказал, окей, пусть моя зарплата будет все яркие, красочные ягнята. Лаван пошел дальше, он отделился реплых, не дай Бог, чтобы у Якова, он отделил всех реплых и оставил у Якова только белых, и он сказал, если утрадится какой-нибудь реплой, то пусть будет твоя зарплата, окей. Яков сделал так, он взял дощечку, очистил, сделал как такая жезл полицейского гаишника, и поставил эти дощечки перед этими козлятами и ягнятами, и когда они шли пить, они занимались этим, потом рождались дети, у них начали рождаться рябые ягнята, и когда родились рябые ягнята, Яков, приложил свою мудрость и сильных, у него сильные ягнята потом рождались, и сыновья Лавана смотрели, вау, он же нас обманывает, что-то там нечисто, но на самом деле обмануть-то хотели его, и зарплату не хотели платить ему, Лаван должен был благодарить Якова, что Бог его благословил через Якова, но вместо этого он его попытался обмануть, и вот вопрос, друг, что это за магический ритуал, который действительно выглядит, что в древние времена так было, каким-то образом как-то пытались доказать, что таким образом можно достигнуть какие-то изменения в рождении скота, что ставят перед глазами. Действительно ли у животных такой контакт с сверхъестественным, с Богом, действительно ли они могут себе представить через эти зачечки и повлиять на генетику, что рождаются любые ягнята, другим. Раз и навсегда запомнишь, что не ягнята виноваты, но это был Яков, который видел, ярких ягнят. И эти дощечки, они были не для козлят и ягнят, а он смотрел на них и видел рябых, большой скот, большое количество скота рябового. И это метод Бога, это четвертое измерение, это язык Духа Святого. Мысль, одетая в визуальное искусство, визуальное искусство. В этом случае это столб рябой жезл. Когда он смотрел, он думал, рябые, 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 рябые ягнята, рябые ягнята. И рождались рябые ягнята. Он ушел от Лавана богатым, богат женами, детьми, козлятами, козлятами, богатый мужчина, благословенный мужчина. Подобный был Лот. Когда Лот был с Авраама, он был благословенным. Как только он отделился от Авраама, у которого было это широкое видение, какую-то землю, здесь сильно узкое, у меня другое видение, я буду служить этим богу. Я этим буду служить, я впишусь. Нет, друг, он благословен только потому, что с ним был человек с широким мышлением, с божьим видением. Вот с этим видением. Так и Лаван был благословен только благодаря этому. Друг, тебе нужно, ты можешь быть благословен только потому, что здесь мое видение. Ты можешь быть благословен в своей группе только потому, что твой лидер имеет это видение. Божьи мысли, а не твои мысли. Божьи мысли, ты можешь быть благословен пока там. Друг, но лучше бы было, если бы это видение стало твоим видением. Скажи, «Мое». Тебе самому нужно свое видение. Как это получить внутрь? Друг, давай делать так. Давайте будем смотреть на эти звезды и читать этот стих. Итак, смотри на небо, считай звезды. Скажи, «Я смотрю на небо, считаю звезды и не могу их сосчитать». Столько же у меня будет потомства. Аминь. Столько же у меня будет потомков. Аминь. Столько же людей будет спасено через меня. Аминь. Какое узкое мышление, которое не может это все объять. Не могу объять. Не могу схватить. Читай, пока не начнешь осознавать. Да, я тот, которого Бог будет размножать. Пока ты вообще чать будешь это. Сначала друг мысли, слово, а потом все остальное. Ну да, я действительно так буду уверенностью. Это должно быть живым в тебе. Все остальное, все цели будничные нужно подчинять этой мысли Божьей. Продолжаем. Причины, почему мы, люди, не можем в своей жизни нарисовать нормальное видение. Достаточно большое видение. Такое, которое позволило нам в мыслях достигать огромные достижения и в реальности. Чем выше твое видение и в бизнесе, и в быту, везде, тем больше возможно, что ты реально чего-то достигнешь. Чем меньше видение, тем меньше возможности вообще чего-либо достигнуть. вдруг мечтай, мечтай большими мечтами. Авраам и Сара 90-100 лет. Не потому, что они верили. У нас родится сын Исаак, но потому, что они верили, что Бог их размножит. Я не знаю, как, но размножит. Он верил. И это видно в Библии. Я хочу прочитать об Аврааме евреям 11, евреям 11-17. Верой Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака. Исаака, того сына, которого он, Бог ему сказал, что через Исаака у тебя будет потомство. Он был готов пожертвовать. Что это за бред? Вот мой Исаак, Бог говорит, пожертвуй его мне. И он готов его отдать. Не в Исааке, а в видении. Не в том, что у тебя есть, но в том, что у тебя в голове. Не в том, что у меня есть сегодня, но в том, что у тебя в голове. И в твоей голове есть то, что видно сегодня в твоей жизни. Вот, что у тебя в голове. Завтра в твоей жизни будет то, что будет у тебя в голове сегодня. Какие мысли превалируют в твоей жизни? Почему мы не можем мечтать нормально, думать нормально? Вдруг это имеет шесть причин. Четыре я взял из книги доктора Йонгичо, два из Библии. Две. Я хотел сказать напрямую из Библии. Четыре не напрямую, а через доктора Йонгичо, а две напрямую. Йонгичо говорит так. Есть четыре причины, почему человек не может реализоваться. И фактически все начинается с мышления. Вначале была мысль. Если все начинается с мышления, если мы не можем нормально думать, то почему не можем? Первое, почему не можем? Первое. Непрощение. Грех зла. Грех гнева. Непрощение. Если у тебя есть непрощение, если постоянно твои мысли, все твои мысли констрируются на том, ты не можешь их упорядочить. Они констрируются на неудаче, на человеке, на том, что у тебя не получается. это мешает тебе нормально думать теми мыслями, которые Бог хочет, чтобы ты думал. есть только один выход, друг. Прощать, простить. Вот почему на энкаунтере так важно. Важная тема. Гнев, зло, дух зла и отверженности, которые можно изгнать только, когда ты прощаешь своего папу, отчима, мать, правительства. Потому что кто победил мир? Только тот, кто верит, что он лев. Только тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий. Аминь. Назадь громкую славу Богу. Я не могу понять, что там с ним произошло. Что со мной произошло внутри. Что у меня там внутри живет? Его имя? Иисус. 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 На немецком Иисус. А на французском? Жизю. Жизю. Грех, зла, гнева, что вызывается непрощением. Все эти процессы, которые происходят в твоей душе, потом и в плоти. Все твои мысли, они, эти мысли, они занимают огромную часть того, что должно быть занято Божьими мыслями. Это первое. Второе. Что нужно делать? Простите. Следующее. Страх. Страх. Грех страха. Как можно нарисовать в своих мыслях позитивные мысли, если у тебя, тобой и правит страх? Если постоянно тебе кажется, что все страшно, как ты заболеешь, потому что мама заболела и бабушка заболела раком. У меня тоже будет. Как в федерации футбола, этот человек, который рекламу устроил, которая была... Я вакцинируюсь, потому что хочу встретиться с прабабушкой и с прадедушкой. Сейчас исправили уже, потому что хочу пойти к гостям. Мысль не поменялась. Скатертью дорожка. Эти люди, они удручены страхом от нереальной болезни. И, в конце концов, болезни они разные. Если ты постоянно будешь рисовать, мне нужна такая вакцина, такая вакцина, и так-то нужно защищаться, ты и заболеешь. Как можно положительно думать, если ты в страхе? Как можно вообще жить в Божьей воле, в страхе? Страх мешает рисовать правильные образы в своей голове. Если нет правильных образов, тогда нет правильной жизни, нет благословения. Следующее. Грек неполноценности. Как ты можешь жить полноценно? У меня низкая самооценка появляется. И не пастор виноват. Это твое мышление, твое тупое мышление. Мышление — это не нечто такое, что спускается само по себе. Мышление нужно менять. Когда я своей жене говорю нечто негативное, знаешь, что она говорит? Она говорит, не принимаю. Не принимаю. Аминь. Достаточно принять, и ты таким и будешь, как о тебе говорят. Или не напрямую говорят. Только прими чужие мысли. Прими чужие мысли. Друг, думай Божьими мыслями. Следующее ощущение, грех осознания вины. Грех осознания вины. Постоянно виноват. Постоянно виноват за то, что ты сделал. Виноват за чем-то другом, что ты сделал. Виноват за то, что другие сделали. Виноват. Иисус простил твои грехи. Он взял на себя нашу вину, Твоя вина на кресте. Твоя низкая самооценка, она на кресте. Твой страх на кресте. Кровью Христа омыта и очищена. В притче о сеятеле, там ясно написано, что Бог думает, когда сеятель вышел сеять, Божье слово, это он... И там он объясняет, почему не несет плота. Одно из способов слышит, но не принимает. Не понимает. Это наша собственная ответственность. Это пятая причина. Ты не принимаешь Божьи мысли. Ты просто их не принимаешь. Ты их не понимаешь. Ты их не хочешь понять. Ты не стараешься. Ты недостаточно времени проводишь, чтобы менять свое мышление. Как менять? Этот метод на все времена изменит твою жизнь. Я тебе покажу, как менять. Через несколько минут я тебе покажу, как менять свое мышление. Изменишь мышление, изменишь свою жизнь. Человек борется с грехами, с болезнями. Ты не должен так напрямую с этим бороться. Бороться нужно в голове, в сердце. Там есть поле битвы. Ты не можешь делать то, что не находится в твоем сердце. Ты не можешь сделать то, что не в твоем разуме, что не закрепилось там. Ты просто не можешь. Если ты что-то пытаешься сделать, стараешься, мне надо это сделать. Ты не можешь это сделать, если ты не изменился, не изменил свое мышление. Мышление должно закрепиться, сильно закрепиться. Оно должно стать частью твоей жизни, основой твоей жизни, правильное мышление. И второе, когда сеема упала возле дороги, птицы прилетели и съели, склевали, а другое упало вроде в хорошую землю, разные сорняки, то есть богатство и разные бытовые вещи. Ты больше мечтаешь о деньгах, о мужчинах и женщинах, чем о Божьем Слове. То, о чем ты думаешь, это и правит твоей жизнью. Будьте внимательны, что мы смотрим, что слушаем, в какой среде мы находимся, какие мысли мы принимаем, каким образом мы думаем. И давайте брать показы рога. Знаете, когда сын доктора Йонгичо был маленький, он подошел к отцу и сказал, я хочу задать тебе вопрос, ты не будешь ругаться? Окей, задавай вопрос. Почему ты лужешь всей церкви? Почему ты всей церкви лжешь? Такой сын задает такой вопрос. Он пастор мега церкви, и сын спрашивает, почему ты лжешь? А что я лжу? Почему ты всегда говоришь по воскресеньям? Всей церкви говоришь, что ты встретился с Богом. Я втихаря подходил, смотрел в твою комнату для молитвы. Я не видел там Бога. Ты лжешь. И тогда Йонгичо попросил у Бога мудрости, и Бог ему помог ответить мудро. Ты свои мысли. У тебя есть мысли? Да, есть мысли. У тебя нет мыслей. Есть, но ты же не видишь их. А, да. Точно так же с Богом. Я встречаюсь с Богом через мысли. Все остальное, разные ощущения, которые есть. Разные проявления, ощущения, видения. И то, что мы слышим, это все секундарное. А первичное — это мысль. Бог — это не ощущение. Он не приходит как ощущение. Он — мысль. А мысль вызывает ощущение. И где действует сила Божия, где Он касается... Мы песню поем. Ты коснулся и изменил мою жизнь. Он касается и меняет жизнь. Нет. Ты принял Его мысли. Ты принял Его мысли. Ты уже читал молитву покаяния. Иисус, войдите в мое сердце. И прости. И все. Он в моем сердце. И я чувствую Он в моем сердце. Да не важно, что ты чувствуешь. Он в моем сердце. Потому что я принял Его мысли. Что Он в моем сердце. И я принял новый образ мышления. Потому что я принял, что я новый человек. Я принял это. Вот как меняется жизнь. И так ты можешь бегать. И ловить чудеса. Но чудеса происходят через мышление. Скажи, через мышление. Через мысли. Через четвертое измерение. Только таким образом можно реально услышать и принять от Бога то, что Он хочет. И раскрыть Его благословение своей жизнью во всех сферах. Классная проповедь. Послание к Якова. 3.8. А язык укротить никто из людей не может. Как не может укротить? Можно же укротить. Просто молчать и не говорить. Мысль следующая. Человек говорит то, что в его мыслях. А этого невозможно. То, что закрепилось в твоей голове, ты не можешь этим править, управлять, совладать. Был такой Олег Газманов. Ну, он и сейчас есть. На русской эстраде советский певец. Но он пел на русском языке. Мои мысли, мои скакуны. Мои кони. Если твои мысли упорядочены через Божию волю, такой ты и есть. В твоей жизни можно это видеть. А что у тебя в твоих мыслях? Что ты тут прыгаешь? Это у меня внутри. Потому что Божье Слово и Божьи мысли вызывают энергию и радость в моем мне. Сергей сидит за лампочками. Пастор, ты такой свежий сегодня у меня видишь. Аминь. Я себя чувствую свежим. Я себя чувствую таким свежим. Почему так себя чувствую? Потому что у меня есть мысли Божьи о том, что я себя чувствую хорошо. Я чувствую себя плохо. Ты даешь команду своим нервам, которые чувствуют себя плохо. Я чувствую себя хорошо. Скажи, я чувствую себя хорошо. Аминь. Есть много фильмов. Может быть, немного, но есть хорошие фильмы, где в сюжете мысли такова, что человек своими мыслями строит города. Своими мыслями он их уничтожает, эти города. Ну, фантастические, ну, фантастика. Но это реальность. Ты своими мыслями, ты даешь материал Богу, чтобы Бог нечто мог создать в твоей жизни через тебя, через твое окружение, через тебя. И ты должен дать ему материал. И этот материал, это твое мышление с согласием, с Божьим Словом. Аминь. Мышление. Мыслить в образах, слушать, ощущать. Или, проще говоря, говорить положительные слова, Божьи слова. Планировай согласие с этим. Ты даешь место для Бога и Его действий. Смотри, Евреям 4.12. Божье Слово живое. Божье Слово живое. Скажи, Божье Слово живое. Первое Петра 1.23. Возрожденные не от кленного семени, но от кленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. Что у тебя возрождает? Божье Слово, Божьи мысли, которые ты прочитал, выразил через мысль. Слово, оно написано, но оно не выражено. Ты это принимаешь и молишься. Можешь и говорить, и не выговаривать, не проговаривать. Но Бог, Он слышит в обоих вариантах. Он слышит твои мысли. Но говорить, это эффективнее, потому что ты сам тоже слышишь. Организм, он так установлен. Что ты даешь себе команды, говоря слова. И силой мысли ты не можешь повлиять на людей. Пастор приходит, и полчаса. И пускает мысли. Транслирует мысли в зал. Мне кажется, через месяц здесь никого бы не было. Только моя команда. Как только что в новостях было. Один человек голый разделся и бегает по улицам. Одна женщина, ей нужен был врач. Я думаю, что таких случаев будет все больше и больше. Страхи от вируса. Нет никаких вирусов. Тысяча падет, одеснуй меня и десятки тысяч. Тебя не коснется. Скажи, меня не коснется. Будь смел. Бог с тобой. Думай правильные мысли. Если думаешь, ой, только бы не коснуться чего-то. Чего боится безбожник, то и с ним произойдет. У нас вообще никто ничем не болеет. Здесь то место, где реально люди не болеют. Какие-то маленькие вещи, с которыми быстро можно справиться. Если болеют, мы бы говорили, что не болеют. Болеют, но все-таки не болеют. Так мы думаем. По Божьему слову. По четвертому измерению, а не по тому, как вы себя чувствуете. Скажи аминь на это. Аминь. Иеремия 13, 29. 23, 29. Слово мое. Не подобно ли огню, говорит Господь. И не подобно ли молоту, разбивающему скалу. Твои мысли, они как молот, который разбивает все стены. И в деяниях тоже написано. Мы побеждаем все мысли. С чем борются апостолы? С разумом своим и разумами других людей. Нужно менять мышление. Вот почему недостаточно только наслаждаться присутствием Божьем. И вот с Святым Духом. Нужно учиться, нужно работать. И вот, только сейчас мы коснемся метода. Метод, который навсегда изменит твою жизнь. Метод следующий. Ты родился свыше. Через жертву Иисуса Христа. И раз и навсегда ты должен понять, и принять, кто ты в Иисусе Христе. Ты должен думать согласие с тем, какой ты в Иисусе Христе. Но это не так уж и просто. Думать так, и там сотни мразов, органов чувств, которые негативную информацию тоже воспринимают. Но ты должен во всем этом хаосе сохранять и думать так, как ты, кем ты являешься во Иисусе Христе? Принять свое новое Я. Второе Коринфянам 5.17. Если кто во Христе, то новое творение. Друг, я отправил всем лидерам вот это. Это мой список. Мой список, который я время от времени пользуюсь. У меня нет огромной нужды им пользоваться, но все-таки, если ты не чувствуешь такую нужду, ее нужно использовать, этот метод. Я хочу, чтобы в месяц, каждый день, в следующий месяц, ты берешь этот лист, вот этот лист, только свой. Берешь такой лист, и в каждую молитву прочитаешь каждое это местописание. Думал об этом и использовал в молитвах. И через месяц уйдет страх, уйдет непрощение, уйдет все то, что мешает. Ты должен возрастать мышление, веру. Ты должен мечтать о видении. Нужно вложить это в себя. Человек сам по себе, он не укрепляется. Это нужно вливать. Ты должен соединить себя с Божьими мыслями. Лично я не знаю, что такое низкая самооценка. Нет у меня никакой гордости тоже, но я не борюсь с таким низкой самооценкой. Но если ты борешься с этим, то обязательно, обязательно эти местописания, особенно кто ты во Христе, обязательно ты начнешь, уйдет эта низкая самооценка, ты начнешь думать выше, ты дашь Богу мысли, материал, который может богословить тебя. Новое творение. Первое коринфянам 3.16. Не знаете ли вы, что вы Дом Божий? Ты тот, в котором живет Дух Божий. Скажи, во мне живет Дух Божий. Аминь. Скажи, я новое творение. Древнее прошло. Теперь все новое. У меня новое сердце. Новая жизнь. Старый снят. Аминь. И вот, что Библия говорит об этом. Галатам 6.15. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит, ни обрезание, ни необрезание, а новая тварь. Вышел, принял Иисуса Христа, ничего не почувствовал, это не важно. Каждый, кто вышел и прочитал молитву покаяния, это 100% твоя ответственность. Ты не принял мысли Божьей, что ты новое творение. Ты не начал так думать, я не могу так. Ты не сможешь, если ты не изменишь свое мышление и сердце. Потому что Библия ясно говорит, снимите древнего человека, снимите, что же снять. Молитву я прочитал. Нет, ты каждый день должен приходить в молитвы и читать вот это, пока это не осядет в тебе. И то, какое будет твое мышление, и то, какое будут твои поступки, и даже не придется тебе стараться. Ты будешь жить, как Бог хочет. Ты благословен Богом, ты Дом Божий. Иоанна 10.34. Вы Боги. Скажи, я маленький Бог. Только чуть-чуть Он отличил тебя от Него. Ты такой же, как Он. Ты можешь творить, как Он. Думай о себе, как... Вот так. Ефесянам 2.5. Он оживил благодатью, вы спасены. Ты жив. Ты спасен. Ты не должен бояться ада или чего-то еще. Ты спасен. И ты жив. Потому что у тебя есть защитник Дух Святой. У тебя есть Иисус, твой адвокат. Твои нарушения прощены, ты новое творение. Если твоя плоть все еще делает какие-то неправильные вещи, ты не снял свое древнее мышление, друг. Ты не можешь превзойти свое мышление. Только плетью это можно сделать. Первое Коринфянам. 6.11. Вы осветились, вы святы. Я не чувствую себя святым. Ты свят. И Бог тебя принял. Не из-за твоих дел, но через кровь Иисуса Христа. Скажи, я свят. Я свят. То, что мы сейчас делаем, это абсолютно навсегда необратимо изменит. Скажи, я свят. Что это такое, что я сказал? Это Слово Божие, которое живо. Мысль Божия. И эта мысль должна стать твоей. Каждый день ты приходишь в комнату для молитвы и говоришь, о, я свят. Я свят. Ты сделал то, ты смотрел то. Нет, я свят. Ты знаешь, Божье Слово, одно из Божьих имен, он Яхова Циткина. Он моя справедливость, он моя правда. Через жертву его я могу смело приходить в его присутствие. Это дьявол, который хочет, чтобы ты вышел из этой зоны, где ты думаешь правильно. Это дьявол, который хочет, он говорит тебе, что ты не чистый, ты не можешь мыслить правильно, ты неправильный какой-то, но ты должен тренироваться. Колоссянам 3.1 Воскресли со Христом. Как Христос, ты воскрес, и тебе принадлежит вечная жизнь. Скажи, я воскрес. Аминь. Римлянам 6.11 Мертвы для греха. Вы мертвы для греха. Тут не идет речь, старайся не грешить, старайся жить так, как Бог хочет. Нет. Ты не должен так думать. Я должен сто раз, как Бог хочет. Нет, ты должен думать по Божьему слову. Ты мертвы для греха. Я новое творение. Я тот, кто не грешит. У меня новая природа, я новый человек, у меня новое сердце. Древнее пришло. Теперь я новое. Я не грешу уже. Почему же я грешу? Ну, тогда нужно еще провозглашать. Я тот, кто не грешит. Скажи, я тот, кто не грешит. Скажи у соседа, спроси у соседа, чего ты грешишь. Потому что ты недостаточно вложил свою голову. Живое Божье слово, мысль. Я тот, кто не грешит. Аминь. И не нужно будет стараться. Ой, как я не хочу грешить. Ты просто не грешишь. Ой, как не хочу курить. Ой, как нужно воздержаться. Нет, тебе просто не нужно. Я не курю, и все. Я не пью. Аминь. Я нормальный человек. Аминь. Богат. К этому мы тоже придем. Первая Петра 2.4. Раны мы его выисцелены. Первая Петра 2.24. Скажи своим соседям, ты исцелен, ты исцелен. Ты исцелен. Вы. А ты сам? Кто сказал это все? Ты исцелен? Скажи, я исцелен. Обязательно. Домашнее задание для всех. Целый месяц, каждый день, и ты увидишь, какой этот год, какая бомба будет. Я исцелен. Я исцелен. Одна длиннее, другая короче. Ты исцелен. Неважно. Ой, обо мне тут смеяться будут. Неважно. А Иисусе тоже смеялись. Галатам 4.28. Мы, братья, дети, обетование. Ты желанный ребенок. Бог меня не любит. Я какое-то недоразумение здесь. Бог меня просто заметил. Я не знаю, как я сюда попал вообще. Ты ребенок обетование, желанный. Бог меня любит. Скажи это. Аминь. Он хотел тебя. Твое рождение не просто так. Он хотел тебя. Не случайность. Ефесянам 5.1. Подражайте Богу, как чадо возлюбленные. Как непослушные дети. Нет, там написано, как возлюбленные дети. Дьявол будет говорить, ты непослушный, ты старший, плохой, ленивый сын. Ты недостаточно служишь в церкви, ты недостаточно делать, ты только там ешь, жрешь дома, только у холодильника жирный становишься. Или наоборот, не можешь взяться. Скажи, я возлюбленный твой ребенок. Разве не лучше становится сразу же? Разве не хороший метод? Как в лимузине говорили, в школе какие-то методы учат. Какие-то методики. Возлюбленный ребенок. А что Иисус говорит о тебе? Разве вы не лучше, чем птицы? Разве ты не лучше любой формы жизни? Скажи, я лучше любой жизненной формы. Вау! Зайки там, коровки в зоопарке там. А я-то че? Когда звери сейчас бегают, не контролируют, никто их не расстреливает. Вакцины сейчас на каждом углу, дети, животные и так далее. А где я? Получается, что я никто? Главное вакцины, главное животные, главная природа и перенасыщенность в мире. А что Бог говорит? Очень легко принять такие мысли от мира. Но нет, Бог говорит, вы гораздо лучше, чем они. Нет ничего лучше, чем ты, мой любимый ребенок. Скажи, нет ничего лучше, чем я. Скажи, я уникален. Единственное такое. Аминь. Аминь. Каждый день, окей? Ты хочешь изменения в своей жизни? Каждый день. Берина, за основу вот это видение. Первое, Моисея или Бытие 15.5. Как обращаться к Иисусу? Но вы? Могли бы вы мне дать большую зарплату? Иисус, не могли бы вы мне сделать так, чтобы начальник платил больше. Иоанна 15.14. Вы, друзья мои, аминь. Друг, ты друг Иисуса. Божий друг. Ты не нечто такое далекое и чужое. Друг. Ты идешь в молитву и каждый день говоришь, спасибо, Иисус, что я твой друг. Говори с ним, как с другом. Это осядет в твоем разуме, в душе, в подсознании, и это станет материальным. По-русски лучше звучит. неограниченное благословение. По-латышски как? Неограниченное благословение. Насколько ты сможешь думать, настолько Бог тебя будет благословлять. Захария 2.12. Те, кто боятся. У всех есть какие-то негативные образы. Говорит Господь, кто касается тебя, тот касается зеницы ока моей. Ты зеница ока Божьего. Бог, он как века, твое века. Ты его зеница ока, и он тебя защищает. Скажи, Бог меня защищает. И зло не произойдет со мной, скажи это. Не приблизится ко мне беда, ибо он пришлет ангелов своих, которые будут нести меня на руках, что нога моя не приткнется, а камень. Аминь. И действительно, своими глазами ты увидишь, что воздается неблагочестивым. И это тоже там написано. Бог огорчен за меня. Но он говорит нечто другое. Псалом 34.27. Да возвеличится Господь, желающий мира рабу своему. Представляешь, он рад за тебя, когда у тебя какой-то успех, он рад за тебя. Когда не очень хорошо у тебя дела, он тоже радуется. Конечно, Бог может излиться, он может грустить, но все-таки он радуется за твоего благополучия. Он радуется. Первое Петра 3-4 Драгоценно перед Богом. Ты драгоценно перед Богом. Повторяю это день за днем. Ты победитель. 1 Иоанна 5.5 Кто побеждает мир? Как не тот, кто верит, что Иисус есть Сын Божий. Ты не можешь проиграть. Ты можешь проиграть в раунде, но не можешь проиграть своей жизнью, своей большой борьбе. Второе Коринфин 8.7 Вы богаты. Вы изобилуете во всем. Скажи, я богат во всем. Я богат во всем. Когда ты изменишь свое мышление, что ты богат, ты спокойно можешь открывать свой бизнес. И ты будешь богат. Как Иаков. И никто тебя не обманет. Матфея 5.13 Вы соль земли. Если соль негодно, ее выбрасывают вон. Кто ты? Соль земли. Матфея 5.14 Вы свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. Ты свет мира. Ты свет мира. Ты единственная надежда для людей, которые живут без Бога. Мы как церковь, мы единственная надежда. И мы имеем видение. Бытие 5.15 выйди, смотри на небеса, считай звезды. Можешь ли ты их сосчитать? Столько же будет у тебя потомков. И с этим видением, с этим целью, мы рады, если 2-3 человека принимают Иисуса. Мы каждый день видим 2-3 человека. А знаете, в большинстве церквей возможно, что ни в одной церкви в Латвии сегодня, ни в одной Бога уже Иисуса никто не принимает. Возможно, что уже нигде не выходят и не принимают Иисуса. А мы видим 2-3 человека, 5 человек выходят. И мы смотрим, и это наш стандарт. Мы смотрим, сколько приходит, и мы понимаем, что это то, что мы можем, 5 человек. Возможно, больше невозможно. И это укрепляется в подсознании, что по-другому никак. Но Боже Слово говорит, смотри на небо и считай звезды. Для Бога нет ничего невозможного. И вот, смотри, где миллион человек одновременно принимают Иисуса своим Спасителем. Иисус Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok